Играю ответную партию с Яном Джумагалиевым. Конь f6. И g6 теперь. Попробую старушку разыграть. Вариант с e5. Он d5 не играет. Ладно, заберу. И здесь конь c6. Редко играю в староиндийскую защиту. a5 теперь. У него есть форпост d5. Но пока он туда залезть не может. Потому что гибнет пешка e. Пользуюсь этим и развиваюсь. Не уверен насчет хода a4. Он мне создал тоже форпост. Куда я скорее всего заберусь своим конем. Да, повел его туда. Чтобы слон заработал заодно. Ну логично, тоже играет вполне. Заберу конем с f. Открою слона еще с выбор. Так, может быть слона c6. Потом конь d3 к пешке b2 подкопаться потихонечку. Еще есть вариант f5. f5 как-то поле e6 ослабнет. Ладно, вывел слона. Такой план здесь и сберу. Так, f5. e5 нельзя, но есть конь d4. Тоже неприятно для меня. Ладно, повел. Молодец c2. И все защищает все свои слабые пешки. Но у меня хороший конь здесь. Так, а вот теперь, наверное, настало время этого хода. Если я позицию не вскрою, то он меня вскроет просто тут. Чем брать вопрос? Если сюда забрал он ладьё и пешка c7. Подвисает. Забираю ладьё, и он слон e4. Не думал я, что так получится. Приходится пешкой брать. Да, не рассчитывал, что я на такой ход, конечно. Думал, ладьё заберу, буду атаковать и d5, и f4. Соперник оказался здесь грамотнее в этом варианте. Приходится вернуться на своей же позиции. И потом слона на b7, наверное, нужно возвращать. Мне этот размен совсем не выгоден. Моя задача это привязаться к пешке d. Всеми силами. А он конь d4 будет играть. Поэтому ферзь деси. На конь d4 есть ход слон d5. Ладья a8 тоже застоялась там. Нужно её подключить. Наверное, ход этот рукой делается. Просто следующий ход ладья сана e8. У него не в игре слон c1. Трудно оценить эту позицию, в чью пользу она. Я думаю, что всё-таки у меня здесь перевес. Как-то всё погармоничней стоит. У белых больше слабостей. Но если где-то я промахнусь, естественно, белые возьмут инициативу в свои руки. Можно даже не сомневаться на этот счёт. На слон e3, слон a6 вернусь и потом конь d3. Это уже будет гораздо более опасно для соперника. Задумался. Так, а мне тем временем нужно думать, что делать дальше. Вот на конь d4 он решился всё-таки. Так, а если забираю сюда? На d4, ферзь d4, ладья e2, слон e2, конь c2, вилка. Куда он там отскочит ферзём? Да вроде никуда и не отскочит. А почему тогда мне так не сыграть? Может быть, я всё равно что-то не вижу. Но пока хочу забрать ладью. Просто бесплатно. Не так уж много фигур у него для атаки будет. Так, забрал эту гайку. И ферзь e6. На ферзь g3, ферзь g6 перекрытие. Ну, слон h5 тоже нельзя играть. Там где-то мат получит, наверное. Или не получит. А, он отсюда пытается меня достать. Так, время мало тоже остаётся. Это плохо. Ферзь g6. На g2 контратакую. Лучшая защита это контратака, как говорится. И конь b3 хочу. Пора подтягивать этого застоявшегося. Пока он там возьмёт на b6, уже перескочу конь c5. Или даже конь d2. Конь c5 теперь. Ну всё, вроде здесь стабилизировалось всё. Лишняя ладья. Победа должна быть близка. Единственная опасность это слон c3, который нужно уничтожить. Хочу хлопнуть на g3. Забрал. Там где-то должен быть мат мельницей. Тематический. Типа слон g2, король g1, слон f3. Он это видит. Так, время мало. Мат я тут не ставлю. Значит, бью. Ладья е8. Пошёл ферзём. Ферзь f3. Ладья е2. Захожу. К нему в гости ферзь d3. Так, ну где матец-то тут? Вот он. Субтитры подогнал «Симон»!